Ассалам алейкум. Бугунди Геоэн. Эммухам. Энчурлюо Имануча. Добрый вечер. Я думаю, что, безусловно, сегодняшний матч один из самых интересных, захватывающих, потому что играли две достойные команды. В целом, я думаю, счет справедливый. Почему? Потому что было бы обидно, конечно, в такой равной игре, по большому счету, кому-то потерять очки. Проиграть, вернее. Поэтому я считаю, что мы, особенно во втором тайме, кое-какие коррективы сделали, стали более цельно играть, создавали моменты и, в принципе, в какой-то момент игры даже доминировали. Первым таймом, естественно, не очень были довольны. Что остается? Ну, есть над чем работать. К сожалению, сегодня уже девятый тур, да? Девятый тур, но мы никак не можем оптимальным составом сыграть. То травмы, дисквалификации. Надеюсь, что в ближайшее время мы все уже, как говорится, в оптимальном составе сыграем и покажем действительно на Бахор 20-23. Но сегодня что остается? Остается поблагодарить ребят за их труд. И, конечно же, мы сегодня... Еще один важный факт. Мы не могли сегодня проиграть. И эту игру мы посвящаем памяти Виктора Романовича Джалилова. Это один из величайших тренеров нашей страны, который оставил след своими победами, воспитанием молодых, талантливых футболистов. Для меня лично Джалилов особенно близок. Это мой второй отец. Это человек, который я в осознанной жизни. Он стал моим педагогом, наставником. И до сегодняшнего дня мы были вместе. Большая утрата для всего нашего футбола. Утрата для родственников и для команды. Светлая память Джалилову Виктору Романовичу. Сегодня нам, особенно в первом тайме, мы это подметили в перерыве. Немножко агрессии в атаке не хватило. Мы немножко так осторожно двигались именно в завершающей стадии атаки. И, конечно, первые минуты, минут 10, конечно, очевидно было, что мы просели и слишком низко в первую зону встречали. Это делать мы... Об этом мы не договаривались, но пришлось коррективы внести. Во втором, да, с выходом Яхшибаева наши атаки имели цельность, имели какое-то здравое решение были на поле. Поэтому я думаю, что в целом, наверное, уровень защитников настава в том числе тоже не позволил нам ярко сыграть в атаке. Но что ж, есть еще время, есть над чем работать. Я думаю, вот эти главные факторы. Мы не были агрессивны в атаке. Мы не должны были проигрывать. Это в третьем туре откровенно ничейная игра, где мы пропустили грубейшие ошибки в обороне. Гол второй, не забиваем пенальти в добавленное время. Это тоже, как говорится, исполнительское мастерство, психология. А в игре с АГМК, на самом деле, здесь труднообъяснимая история получилась после гола, который мы забили. Вот эти две игры, в большей части вопрос даже ни техники, ни тактики, мы проиграли в борьбе. Поэтому сказать, что мы просели – нет. Буквально две игры, минут 20 там, минут 15 здесь. Все нормально, что касается футбола, в организации игры. Но борьбу мы не имеем права проигрывать. Сегодня ребятам огромное спасибо. Я это тоже подмечал, что мы сегодня не имеем права. При всех нюансах, каких-то тактических уловках, прочих, оснащенности технической команды, мы не имели права проигрывать в борьбе. Что ребята и сделали. Сегодня практически всю борьбу выиграли. Особенно на втором этаже, на стандартах. Мы знаем, что у нас АФ. Сегодня это визитная карточка. Мы практически им ничего не дали создать на стандартах у наших ворот. Сегодня мы сейчас начали сражать на стандартах. Что касается главного нашего конкурента, у нас сейчас все конкуренты, не только Пахтакор. Здесь и Насаф, и АГМК, и Фергана. И каждая команда, кто выходит против Новобахора, какой-то дополнительный раздражитель. Мы видели, как и Пахтакор, и АГМК играют в других играх, и мы видели, как они настраивались на Новобахора. Это значит, что мы, наверное, сегодня самые главные раздражители и драйверы нашего чемпионата. Потому что все на нас настраиваются по-особенному. Должны, наверное, футболисты выходить на замену, которые усиливают. Естественно, качество футболистов должно быть. Сегодня, если вы видели на скамейке, одна молодежь сидела, пять футболистов, трое, двое Ю-17, игроки сборной, двое Ю-20, которые вернулись в распоряжение клуба. Ну, сегодня он не был в составе Болтабаева, который по глупой ошибке, по глупой ситуации была, на самом деле, при счете 2-0. Он заслужил удаление. Нам сегодня его откровенно не хватало. Сегодня защитник Милович не играл. Милович. И, естественно, Доброн Хашимов. Ну, то есть у нас есть обойма футболистов, но не так много, чтобы мы могли проводить ротацию. И это все позволяло держать уровень игры. Поэтому выходят те, кто держит уровень игры, кто соответствует нашим задачам. Что касается тактики, все прочее, мы играли нормально. Не просаживались, в прессинге играли. По качеству игры мы не уступили. Вот именно вот эти отрезки именно в борьбе проиграли. Где соперник вырывал мяч и, соответственно, создавал моменты. Сегодня с Виктором, Марков Миктором. Виктор Романович, я же сказал, он мне как второй отец, это для меня очень большая потеря. Это человек, которому до последнего дня созванивались, я с ним обменивался мнением, это большая потеря на самом деле. И во время игры это чисто эмоции. Завтра мы всей командой проводим Виктора Романовича в последний путь. И я думаю, что все ребята были настроены и хотели отдать дань памяти Виктору Романовичу в сегодняшней игре. Да, это запоминающаяся игра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok